Судебные запреты, публичных собраний, митингов, а попросту желание власти закрыть одесситам, да и многим украинцам рты, являются прямым нарушением прав человека. Конфликт подогревают и правоохранительные органы, которые, по словам общественников, не гнушаются применять силу. И все же, за свои действия необходимо нести ответственность. Какова же позиция правоохранительных органов относительно Одесского Евромайдана, знает мой коллега Денис Соколов. Открыв закон Украины о милиции, на первых страницах можно прочесть, что основными задачами милиции являются безопасность граждан, защита их прав, свобод и интересов. А основные принципы милиции – это уважение к личности и социальная справедливость. Но это все в теории, на практике все выходит немного иначе. Евромайдан правоохранительные органы пытались разогнать, а организатор митинга Алексей Черный и вовсе был избит. Давайте послушаем, что думают общественные деятели и гражданские активисты относительно действий правоохранительных органов во время Одесского Евромайдана. Мы буквально вчера наблюдали по телевизору, широко разакламированное интервью нашего президента Януковича, который на вопрос журналистов о Майдане сказал, что он рукоплещет этому Майдану. Но тут получается такая интересная вещь. Там рукоплещет на вопросы журналистов, а здесь бьют. Вот спрашивается, чего стоят слова президента. Почему себя так повели органы, совершенно непонятно. Милиция, по сути, обеспечивала силовое прикрытие грабежу имущества граждан, потому что неизвестные люди под прикрытием милиции просто растащили, растянули палатки. По словам организаторов Одесского Евромайдана, в разгоне митинга и палаточного городка принимали участие дворники. Действовали они в лучших традициях киевских тетушек. Хотя городские власти опровергают эту информацию. Но даже при таком явном нарушении закона милиция никак не отреагировала. Сейчас, уже после всех происшествий и под натиском общественности, руководство МВД Одесской области все же согласилось провести заседание по событиям митинга Одесского Евромайдана. Однако заседание сделали закрытым. Что же скрывают одесские правоохранители? Как граждане должны относиться после этого к органам внутренних дел, если такое себе позволяет чин в должности в ранге майора? Нам сложно представить, что будет в 2015 году. То есть, если сейчас такое происходит со стороны милиции и судов, когда, ну, казалось бы, мирное время выборов еще нет, то, что будет происходить в 2015 году, когда страсти будут накалены до предела, когда однозначно пойдут приказы сверху определенные, и кто тогда будет контролировать действия милиции, и до каких пределов, и будут ли эти пределы какие-то в их действии. Общественные деятели и активисты говорят, что лучше поздно, чем никогда. Действительно, понадобилась целая рабочая неделя и большой натиск одесситов, чтобы правоохранительные органы все же дали ответ по поводу событий на Одесском Евромайдане. Все же остается надеяться, что МВД извлечет урок из этих событий и все же будет служить нашим гражданам и защищать их. Денис Соколов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».